Комплекс Golden Palace представляют Добрый вечер, дамы и господа! Мы вновь в гостеприимном развлекательном комплексе Golden Palace и вместе с вами большое автомобильное путешествие. Как всегда, за игровыми столами у нас четыре пары претендентов, и я спешу их представить. Михаил и Ольга Лебедева, Сергей и Елена Лесик, Владимир и Светлана Новиковы, Дмитрий и Анастасия Костин. Наши игроки знают правила нашей игры, и я готов задать им вопрос. Итак, вопрос. Как называется подмосковная усадьба, где сейчас находится мемориальный музей-заповедник Чехова? И по какой дороге туда лучше проехать? Варианты ответа. Муранова, Астафьева, Абрамцева, Дунина или Мелихова? Абрамцева? Да. Эта усадьба называется Мелихова. Проехать лучше всего по Симферопольскому шоссе. Находится эта усадьба рядом с городом Чехов. Я спешу сказать, что вы абсолютно правы. Это действительно Мелихова. Ну, а теперь пора в путь. Поехали. Как всегда, мы на Васильевском спуске ждем наших путешественников, Ольгу и Михаила Лебедевых. В Москве морозно, светит солнце. Так прекрасно и здорово началась зима. И в этом году она началась невнезапно. Как я посмотрю, дорожные службы были готовы к наступлению зимы, к выпадению осадков зимних. И дороги все убраны. Так что, я думаю, скоро придут наши путешественники. И мы начнем наше большое автомобильное путешествие. И отправимся мы в Дмитров. А вот и наши сегодняшние герои. Встретившись, мы обсудили предстоящий маршрут. И я с удовольствием вручил путешественникам карточку автомобильного клуба «Ватсон», с которой даже самым отчаянным автомобилистам не страшно выезжать на дорогу. Помогут обязательно. Олью и Михаила ждал еще один сюрприз. Прекрасный автомобиль «Саньон Мусо» от автомобильного салона «Паритет». Ребята отправились в путь, а я проводил их и пошел спать домой. То есть, я хотел сказать, поехал за ними. Пока Михаил на ходу осваивал машину, Ольга рассказывала ему про маршрут. Проезжая по московским улицам, мы убедились, что снег для городских властей не помеха, а довольно слабый противник. Улицы были чисты. Михаил молча наслаждался управлением, а я думал о том, как же выглядит загородная дорога. Оказалось, выглядит она заснеженной, что, однако, не смутило ни водителя, ни автомобиля. И очень скоро, а точнее через 22 километра, мы приехали в поселок Виноградово, где находится усадьба 17 века необычной планировки. Кому принадлежала усадьба, вы узнаете чуть позже. Мы решили заехать к церкви, поскольку она очень хорошо сохранилась. Не отставала от джипа и микроавтобус съемочной группы. С машинами нам на этот раз повезло. Здесь, в Виноградово, наших игроков ждал первый вопрос. Довольно-таки простой. Ужасное злодейство. Слушай, верно. Губитель раскаяния тревожит. Конечно, кровь невинного младенца ему вступить мешает на престол. Здесь, в Виноградово, находится вводчина великого русского поэта, которому принадлежат эти строки. Назовите мне имя. Кушкин, Борис Годунов. Вы абсолютно правы. Ну что ж, на этом вопросе вы заработали 10 очков. Прекрасное знание русской поэзии. Я удивлен. Нет, я не удивлен. Я рад. Ну а теперь, я думаю, мы пройдем и посмотрим церковь, которая сохранилась со времен Александра Сергеевича. Церковь Владимирской Божьей Матери – один из интереснейших памятников раннего классицизма. Авторство проекта вызывает некоторые разногласия. Одни приписывают его Баженову, другие – Казакова. Но, как бы то ни было, комплекс этот удивительно красив. Рядом с храмом расположены также часовня и колокольня. К сожалению, нам не удалось попасть в храм. Там совершалось таинство крещения. Из поселка Виноградово мы отправились дальше по Дмитровскому шоссе – древнему торговому тракту, известному с 14 века. В те времена эта дорога имела важнейшее значение для развития торговых связей Москвы с северными землями России. Но в старину тракт пролегал несколько западнее. А теперь шоссе проходит по одному из красивейших районов Подмосковья – Клинско-Дмитровской возвышенности. Места мы проезжали удивительно, и как-то вдруг стало понятно, почему именно зимой крестьянин торжествует. Следующая наша остановка была запланирована в Марфино. Здесь расположены усадьбы, известные с конца 16 века. В разные эпохи она принадлежала разным дворянским фамилиям. На этой территории сохранился парк с прудами. Очень красивый дворец и два храма. Но об этом позже. А пока наши игроки должны ответить на следующий конкурсный вопрос. Вы уже поняли, мы находимся в деревне Марфино. Это место достаточно известно в русской истории. И у меня есть к вам очередной конкурсный вопрос. Усадьбой Марфино в разные времена владели представители трех великих фамилий. Салтыковы, Орловы, Голицын. Представитель одной из этих фамилий назвал усадьбу в честь своей жены Марфы. Вам необходимо назвать фамилию этого человека. Да, Голицын попробует идти. А я думаю, что Орловы. А давайте попробуем уточнить свое мнение и прийти к одному единственному правильному ответу. Один из ваших ответов правильный. Ну тогда Орловы. Или Голицын. Хорошо, тогда, раз вы затрудняетесь, даю подсказку, которая вам сразу все скажет. Этот человек был воспитателем Петра Первого. Голицын. Абсолютно правильно. После очередной маленькой победы наши герои вместе со мной, как видите, отправились к церквям. Там будет задан третий вопрос, а потом я немного расскажу об этих прекрасных местах. Мы подошли с вами к церкви, которая тоже в истории имеет немаловажное место. И у меня есть к вам еще один вопрос. В 1707 году Борис Голицын приказал своему крепостному архитектору Белозерову построить в Марфино храм. Для поддержки купола архитектор поставил внутри храма массивные колонны. Когда работа была закончена, Голицын приказал утопить архитектора в пруду, женить на крепостной актрисе-любовнице-хозяина, побрить солдаты, запороть плетьми, либо дать ему вольную. Что же все-таки приказал Голицын? Я считаю, что он запороть плетьми. Что больше такой храм не построил. Ребята, я поражен. Просто третий вопрос. Третий вопрос с первого раза. Вы молодцы. В церковь Рождества Богородицы, которую построил архитектор Белозеров, нам попасть, к сожалению, не удалось. До сих пор там ведутся восстановительные работы. Но зато мы побывали в расположенном совсем рядом действующем храме Петра и Павла. Здесь мы познакомились с настоятелем отцом Паисием, который рассказал, что оба храма были переданы церкви в 1989 году, а до этого на протяжении смутных советских времен использовались они в качестве складов для пиломатериалов и цемента. А во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. А на местном погосте мы увидели могильную плиту, под которой и был похоронен крепостной архитектор Белозеров. Поблагодарив настоятеля, мы покинули это замечательное место. На обратном пути мы проходили мимо дворца, построенного в псевдокотическом стиле. Сейчас здесь военный санаторий, все огорожено и попасть туда нелегко. Честно говоря, Михаил и Ольга меня поражают и удивляют. Прекрасные знания истории, литературы, великолепная смекалка и находчивость. Я думаю, они имеют реальные шансы стать абсолютными победителями нашей программы. Ну что, а теперь пора путь в большое автомобильное путешествие. Побродив по древним руинам и почувствовав себя рыцарями короля Артура, мы оседлали своих железных скакунов и благополучно поскакали дальше. Все было спокойно. Водители на дороге вели себя и свои машины вполне благопрестойно. И мы методично наматывали снежные километры на хорошую зимнюю резину. А вот и первое неожиданное, незапланированное приключение. Я думаю, многие из вас поймут, почему мы здесь остановились. Я не имею в виду тех, кто считает, что лучшие рыбы – это колбаса. А совсем наоборот. Лучшие рыбы, по-моему, это рыба вяленая. Недолго думая, мы выбрали щук-близнецов и, предвкушая пиршество, радостно поехали дальше. День был чудесный. Мороз и солнце, никто не дремал. Под голубыми небесами лежал коврами снег, и подо льдом совсем рядом блестел канал имени Москвы. Мы на прекрасных машинах двигались вперед к новым приключениям. В нашей следующей программе Миша и Оля увидят уникальные работы мастеров Федоскина. Покатаются на тройке с бубенцами и просто на лошадях. Полетают на вертолете Святослава Федорова. Погоняют на гоночных машинках, а также поохотятся друг на друга в дремучем лесу. А по окончании программы любой из телезрителей сможет выиграть ценный приз, если первым дозвонится к нам и правильно ответит на вопрос викторины. Звоните! А я обращаюсь с вами и благодарю Golden Palace за помощь в подготовке программы. Мы пользуемся пейджерами MultiPage. КОНЕЦ